Бывало ли у вас когда-нибудь расставание? Расставание, после которого ваше состояние является максимально хреновым. Ничего не хочется делать, или наоборот, в голову приходят всякие хреновые мыслишки. Думаю, у многих, если не всех. Кто-то забивает на это и идёт дальше, как нормальный человек. Кто-то идёт в какие-то деструктивные движухи и устраивает всякую жесть. А кто-то просто симпует, не будучи способным отпустить свою мадам, ну или парня. А кто-то вообще Игорь Груцинов. Это достаточно старая история, которую я узнал в скролле интернета ещё в далёком детстве, так как она форсилась в начале 2010-х. Но вспомнил о ней только недавно. Данный персонаж вошёл в отношения с одной дамой, был очень сильно в неё влюблён, но она его бросила. И он решил её вернуть, очень мягко говоря, гениальным способом. Каким? Узнаете в ролике. Ну а мы начинаем. Данный удивительный человек родился 8 октября 1990 года в Украине, в городе Харьков. Прожил он там, правда, недолго. И ещё до школы родители, а точнее мать, ибо отец бросает семью, увозит его в Белгород. Благо он недалеко. И там пациента дают в школу Number One на Белгород-Сити, которая впоследствии стала гимназией. Если кто-то не понял, речь идёт о Белгородской школе номер один. В этой школе Груцинов учится очень даже неплохо и показывает хорошие способности к химии и биологии. Мать же его была самым обычным человеком, работяга, каких много, и сына достаточно сильно любила, и пытался ограждать его от любых проблем. Игорёк растёт многообещающим студентом, ему пророчат хорошее будущее. С одноклассниками у него хорошее отношение, и есть даже немало друзей. А в 2005 году Игорь в 14-летнем возрасте становится победителем Олимпиады химиков по Белгородской области, став лучшим среди девятиклассников. Через пару лет подходит конец школы, в том самом 2007-м. Время, которое я не помню, но в котором, по словам дедов, был слабоалкогольный напиток Страйк, Яшка и Хуч, и всё было хорошо. Ну, в общем, Игорь Яшку не собирается пить, и в этот год ему приходит время выпускаться. А с этим особых проблем-то и нет, ведь он заканчивает с пятёрочками в дипломе. Учёба ему с такими данными, понятное дело, видится не в Белгороде, и выбор падает на Москву, а именно на Российский государственный университет нефти и газа, на факультет химии и экологии. Там он идеально вписывается в коллектив, несмотря на свою необычную внешность, так как местные вполне могли бы принять его за ботана, с которого будут все смеяться. И несмотря на это, он всё-таки находит себе много друзей, и что самое важное, для него особенно, отношения с некой Анастасией Лощиловой. Одним из его лучших друзей становится Константин Солдатов, которого он поразил тем, что из старого музыкального центра собрал целый усилитель, и вообще выглядел очень умным и начитанным. Его фото я, к сожалению, не нашёл, ибо страница ВК ныне удалена, но не суть. Вскоре Игорьку присуждает ещё и персональную стипендию. Казалось бы, жизнь удалась. Впереди жизнь успешного специалиста, учёного или накройняк предпринимателя. Они собираются с Настей стать мужем и женой, и вполне себе неплохо проводят время. Она берёт его с собой, когда уезжает из Москвы на период летних каникул, и они знакомят друг друга со своими родителями. Они выглядят счастливыми. Всё выглядит достаточно радостно, и блогером он также и не становится. Тогда что он делает в шизо-сторисах? А вот что. Наступает 2010-й. Новое десятилетие, по сути. И оно не несёт Игорьку ничего хорошего. Частые посиделки в компуктере и инердовость героя приводят к тому, что та самая Настя уходит к другому, который кажется ей больше мачо. Сибиряку, бюджетнику и такому же отличнику, но более грозному. Денису Шаляпину. Чё, фото я также не нашёл. Помимо этого, ему ставят ещё и диагноз. Сердечная аритмия, так что со здоровьем всё так же не ок. Но особую травму ему наносит расставание с Настей. Ибо, как так, три года хотели заключить брак, познакомили друг друга со своими родителями, а тут расставание. Он никак не хочет принимать конец отношений и начинает идти по пути слабого. В голову лезут нездоровые мысли о том, что жизнь кончена. Ранее непьющий отличник начинает очень активно спиваться и употреблять различные нелегальные вещества. Учёба идёт тоже под откос. Он набирает шесть хвостов, то есть неатестованных предметов и не сдаёт работы в назначенный срок. Спустя какое-то время он напивается и в приступе печали разбивает лампу в коридоре общежития. По камерам его вычисляют и наказывают переселением с 12 на 15 этаж. Депрессивные и безысходные вайбы человека, сильно помешавшегося на девушке, там не становится лучше, ведь с 15 этажа прекрасно видна надпись краской на асфальте, которая напоминает ему о своей мании и горе. Катюша, прости меня, я люблю тебя, вернись. Его новые соседи теперь два бугая-штангиста, с которым он, понятное дело, не сходится в общении и плохо от них отзывается. Игорь никак не может побороть свою одержимость и через какое-то время он решает, что нужно доказать своей бывшей, что он настоящий мужик и решает выбрать путь выживальщика-экстремала. Не спрашивайте, каким образом это должно было помочь ему вернуть бывшую, но ему казалось, что если он покажет свой характер, то сможет ей что-то доказать. Вместо того, чтобы сделать пробное выживание с каким-нибудь закаленным ветераном в этой области или начать физических тренировок, ну или прочтение тематических книг и учебников, он выбирает просмотр передач Бэра Грилза на минутку ветерана спецназа Великобритании, за которым всегда готов выехать хорошо подготовленная спасательная группа и покорителя Эвереста. А также фильма Шона Пэна в диких условиях, прочтение статьи про Сибирь на Википедии и скроллинг формов выживальщиков, что еще самое абсурдное и забавное, часть вдохновения он черпает из видео Гоблина про Хиро Аноду, солдата императорской армии Японии, который отказался капитулировать после окончания Второй мировой войны и сражался за императора еще 30 лет после окончания, выживая в Филиппинах. Этап подготовки места выглядит же следующим образом. Он просматривает на Google Maps карту РФ и кликает на какое-то рандомное место. Им оказывается глушь, расположенная в 100 километрах от Новосибирска. Таким образом он определяется с местом, куда он поедет и его, он конечно же подробно не изучает. Спустя пару дней он зовет Константина Солдатова в курилку в университете и просит, чтобы тот позволил сдать ему на хранение пилу, топор и черенок от лопаты. Немного офигевший от такого солдата спрашивает, что он задумал, на что Груцинов рассказывает ему свою идею и показывает место, куда он собирается ехать. Солдатов удивляется, но просит взять его за компанию, на что Игорь соглашается. Он также рассказывает об этой идее и другим студентам и знакомым. Молва про намерение Игорька расходится по многим людям в университете, но желающих присоединиться или как-то попытаться отговорить не находится. Слишком уж это гениальная идея. И что самое важное, надежная. Но даже если бы они попытались отговорить, это все равно не имеет смысла, ибо тот уверен в своем плане на все тысячу процентов. И заявляет, я докажу ей, что я настоящий мужчина. 25 ноября 2010 года наступает тот самый момент. Они берут уже ранее упомянутые инструменты, консервы, гречку, пшено, котелок, кружку и средства для разведения костров. Он рассчитывал, что этого ему должно было хватить на две недели. Жить он там собирается долго, до момента возвращения бывшей. Остальную еду он раздобудет, как думает, уже там. А также, в придачу, ко всему этому идет смартфон, с которого Игорь планирует писать Насте и показывает, где он. И заодно умолять ее вернуться. И самое интересное, что он берет рыболовное снасти и принадлежности. Почему интересное? Дело в том, что это показывает неадекватность и полный идиотизм данного плана, ведь в этой местности не существует никаких рек и озер. В лучшем случае, что там можно найти это болото. Они идут покупать билеты за 2500 рублей и начинают свой путь с Ярославского вокзала в поселок Каргат. Это ближайший поселок до той души, где они будут играть в выживал. Перед выходом они также берут немного воды, заварной кофе, сигареты и, что самое важное, дошик, ну и полиэтилен. Из одежды легкий пуховик, вязаная шапка, обычные джинсы и шнурованные ботинки. Они проводят дороги два дня, и к утру 27 ноября, приблизительно в 8 часов, доезжают туда на скором поезде номер 44, Москва-Хабаровск, и выходят со станции, осматриваются вокруг и видят какой-то случайный лес. Игорь говорит, что они пойдут туда и идут в абсолютно роддомную точку леса, куда глаза глядят, и без знания местности, и пути назад. Они проходят таким образом около 5 километров вглубь заснеженного леса. В какой-то момент они просто останавливаются в какой-то точке в лесу. Им немного везет с тем, что в 4 километрах от них находится федеральная автотрасса Байкал, и от нее исходит небольшое зарево, которое можно заметить в небе. Вот в этом месте они и создают себе очень интересные шалаши с клеенки, которые можно лицезреть на фото. К 4 часам вечера начинает темнеть, и начинают бить морозы под минус 20. Все это говорит о том, что необходимо сделать костер для освещения и обогрева, что они и делают. Поставить его в своей топ-хате, понятное дело, нет возможности, чтобы не задохнуться от дыма. К тому же, еда начинает заканчиваться быстрее, чем они думают. Ноги промокли от хождения по снегу до колена, и их еще обдувает при этом леденящий ветер. Константин начинает обдумывать целесообразность нахождения в таком месте, и во время раздумья слышит от Игоря уверенным голосом, «Эх, жаль, что зашли не так далеко, чтобы не было соблазна вернуться». После чего повторяет бредни про Настю и как он ее вернет, и рассказывает всякие интересные истории про нее. Солдатов, мягко говоря, очень удивляется услышанному и немного пугается, ибо начинает понимать, что это может стать последним местом в его жизни, и белый пушистый песец уже неотвратим, если они здесь останутся. Тем более погодные условия с каждым часом становятся все хуже и хуже. Он предлагает Груцинову самый адекватный, понятный и логичный ряд действий, и первое, что необходимо сделать, это уйти оттуда. И заявляет, что он передумал быть выживалой от бога. Игорь в ответ же начинает говорить, что если его друг хочет уйти, то пусть уходит. Но должен оставить ему все принадлежности. Константин еще раз упрашивает его, заявляя, что долго они тут не протянут. И в ответ Игорь его банально игнорирует, будто его не существует. И показывает своим видом, что Константин ему безразличен, и ему все равно на все, когда на кону стоит возвращение бывшей. Его друг не бросает попыток уговорить Игоря, но тот насмехается. И позже Груба посылает его на известное направление. От такой грубости солдата взлится и отвечает, что он это больше не может терпеть, и он здесь оставаться не намерен. И умирать вместе с ним. Оставив Игоря фантазировать о бывшей в одиночестве, он в течение пяти часов движется в сторону света от федеральной трассы и сориентировавшись доходит до вокзала, из которого они изначально вышли. Вскоре на номер его матери поступает звонок от сына, который просит ее скинуть деньги на билет назад. Она изначально не верит, что он в Сибири, так как никто из двоих не оповещал своих родителей о своем плане хулигане. Но после понимает, что сын не рофлит и кидает ему деньги, и Константин уезжает обратно в объятия цивилизаций. Игорь же остается на своем месте. Погода становится все хуже и хуже, и надвигается ночь. Ветер и холода все суровее и суровее. В голову Игоря начинает закрадываться мысль о том, что что-то не так. Он достает свой телефон, благо трасса не так далеко, и можно словить мобильный интернет. Из всех вариантов действий, Груцина выбирает самое логичное, по его мнению, решение. Написать на форум выживальщиков, попросить совета, причем он дает понять, что совет свалить категорически не принимается. На форум под названием Отшельники создается тема «Важно срочно помогите выжить», которую можно до сих пор найти в оригинале, и в ней пишется вот такая вот паста. Стою у костра и пишу это, помогите пожалуйста, нахожусь в лесу. Температура около минус 20. Построил шалаш, ветки и клеенка. Надеялся обогревать его изнутри, но выходит очень много дыма. Перенес костер за метр от шалаша. Накрыл клеенкой, но дыма все равно очень много. Какое мне сделать шалаш или жилье, чтобы не помереть? Вокруг одни березы, снег по колено. Из инструмента у меня только нож, пила и лопата. Помогите пожалуйста. Форумчане приходят в замешательство и говорят ему свалить чем быстрее, пока не поздно. К сожалению, оригиналы этих сообщений не сохранились на форуме. Но он снова категорически отвергает эту идею и пишет. Такой вариант не рассматриваю, или тут выживаю, или тут помру. Вернуться не могу. Нахожусь за 3000 километров от своей привычной дислокации. Тут уже темно, выбраться отсюда самому не представляет возможным. Но главное то, что я этого не хочу. Как пережить ночь и не замерзнуть лучше объясните. Ему пытаются объяснить, что то, что он творит это настоящий раскомнадзор. И задаются вопросом. Не чей-то ли жестокий прикол все это? Ответ Игоря звучит так. Возможно это самоубийство, но если бы это было так, то я бы не писал. Запас продуктов у меня есть. И это не прикол. И строить печку это хорошо, но сейчас невозможно. Весь форум я читал, но видимо где-то что-то не усвоил. Конкретно мне, какой тип шалаша лучше подойдет? Здесь он в очередной раз показывает пример, что хорошая учеба это не признак ума. Так как он читал на форуме даже не долгие посты с инструкциями, а какую-то общую расплывчатую информацию с комментариев. Его уговаривают сделать костер помощнее, и он оставляет четвертый комментарий. Костер у меня мощный, но сидеть около него поддерживать получится, пока не усну. А что потом? Ему говорят ни в коем случае не спать при таком морозе в его условиях, так как есть угроза отморозить себе лицо и конечности. Остальную часть переписки я пожалуй покажу на фото. Субтитры сделал DimaTorzok так как он не позаботился о том, как он будет его заряжать в таких условиях. Связь с Игорем окончательно обрывается, и он исчезает. Спустя пару дней после давки по газам, солдату звонит мать Гурцинова, и тот рассказывает, что с ним приключилось. После этого мать связалась с управлением МВД по Новосибирской области, и Игоря начинают искать. В лес посылают поисковую группу, которая должна обнаружить его. Костян вводит поисковую группу по лесам, но так как они забрели в первое попавшееся место, еще и не совсем пойми с какой стороны, то и конкретно сказать, где именно они шли, не представляется возможным. Спустя множество безуспешных поисков, всем эти хождения по лесам надоедают, и решается, что возможно Игорь ушел играть в выживалу в другие места. Хотя против этой версии говорит то, что Настеньке не приходят никакие сообщения от Игоря. Мать и еще пару энтузиастов расклеивают листовки с просьбой помочь найти Игорька, или доложить о его местонахождении. О нем говорят в шоу Малахова, и жди меня. Но развязку этой истории дает охотник, который зимой уже следующего года натыкается на какой-то, извините меня, бомжатский шалаш, и находит там мумию современного человека внутри. Рядом с ней лежит студенческий билет. Эта история за своей тупости мгновенно разбредается по соцсетям и имиджбордам. Кто-то потешается над поведением Игоревича, кто-то в шутку или всерьез предлагает наказать Настю за то, что она снова не вступила в отношения с ним. Она сама оказывается шокирована данной ситуацией, и плачет несколько дней, а позже и совсем не хочет говорить про вот это вот всё. В принципе, по сути, она тут совсем ни при чём, ибо это Игорь повёл себя как полнейший идиот, не сумев забить на бывшую и став заложником своих эмоций, внутренней слабости и откровенного слабохарактерного воспитания. Ни к чему такому она всё равно его не подталкивала. Мать после всей этой истории стала координатором Содружества волонтёров в поиск пропавших детей по Белгороду и Белгородской области, а также говорит, что её сынок якобы хотел выйти к людям, но не смог, потому что его плохо искали, что, конечно же, неправда, так как даже сибирские мороза и осознавание своего неумения выживать не изменили его решение. Такими же безрезультатными были и уговоры Форумчан. Он собирался выживать там долго, будучи уверенным в своей затее до конца, встретив свой конец не при попытке убежать оттуда, а всё внутри того же топ-шалаша. Грубо прогнав даже своего друга, который пытался вернуть его к разуму и в итоге спасти его. В какой-то мере приятель так же странно поступает, не позвав на помощь сразу, а только когда о Игоре вспомнили. В этой истории ещё примечательно, что у Груцинов не оповещает мать о своём плане, причём оставляет её в ложной надежде в течение целого года, что в принципе очень эгоистично, учитывая, что, судя по всему, отношения были хорошими. Она до сих пор делает актив на его странице, делая посты пару раз в год. Каков же статус бывшей? Неизвестно. Вряд ли она его даже вспоминает сейчас, так как прошло 10 лет и в этой сказке она стала обычным ноунеймом, о котором ничего не видно и ничего не известно. Её никто не трогает, так как, по сути, это и незачем. Единственное пострадавшее здесь, это его мать. Что тут можно сказать? Груцинов погиб на самом деле не от холода, а от идиотизма. Расставание действительно бьёт по менталке и можно пойти на всякую дичь в таком состоянии. Однако, забить и двигаться дальше это действительно очень трудно, учитывая, что у всех обстоятельства разные. Кто-то имеет неплохое количество друзей, как имел Игорёк. Кто-то сидит в одиночестве, но, тем не менее, при всей трудности это единственный возможный путь в такой ситуации. Так как, таким образом, вы просто застреваете в плену своих эмоций. И кто-то, кончая так, как Игорь, ну или похожим образом, ещё и получая славу идиота, кто-то просто обрубает потенциальные возможности на новые и лучшие отношения к своим поведениям, о чём он будет позже жалеть. Потерянные отношения это не всегда признак, что конкретно с тобой что-то не так, а признак того, что, видимо, вы не подходите друг к другу и это является уроком на будущее. Да и возможность появляется некая, как-то попытаться переосмыслить себя, например. И не стоит кому-то что-то доказывать, что ты самый стоящий или именно тебе должны дать отношения, так как если кому-то приходится добиваться общения или доказывать, что ты самый лучший кандидат в пару, этот кто-то вряд ли твоя вторая половинка. Если кто-то не видит этого в тебе, то это явно не самый надёжный партнёр. Даже если вы вернёте прошлые отношения, они уже не будут такими, как раньше, и вместо них будет какая-то туфта сказочная. Здесь друзья, которым можно выговориться, а если их нет, к сожалению, посмотреть какие-то каналы на эту тему, в конце концов, кто шарит про это, по крайней мере. Или сходить к психологу, причём всё это совершенно бесплатно. Главное послание же тут, каким бы ни было расставание, не становитесь Игорем Круциновым. Понравилось видео? Хочешь больше подобного контента? Подписывайся на канал и помогай продвигать шизы дикумизм в народной массе. Особо дикие могут поддержать канал на Patreon или Boosty. Также напоминаю, что у нас есть Telegram с самыми последними апдейтами и Discord, где мы можем собраться и вместе поиграть во что-нибудь. Субтитры подогнал «Симон»